Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Итоги рабочего визита мэра Анапы в курортную станицу Благовещенскую. 12 июня в День России в Анапе открыли новый памятный знак – стелу с орлом. Розыгрыш сельхозпродуктов и большой концерт на Театральной площади в Анапе отпраздновали День России. Лето – это маленькая жизнь. Каким видят лето самые маленькие анапчане? Мэр Анапы Сергей Сергеев проверил, как проходит ремонт социальных объектов в станице Благовещенской. И как курортная станица подготовилась к приему отдыхающих. Школа, детский садик и новая стройка. В станице Благовещенской к 1 сентября будет обновленный стадион. Обо всем подробнее расскажет Вадим Родин. Станица Благовещенская, пожалуй, самый интересный с точки зрения новшеств населенный пункт. Комплексная система безопасности успешно работает несколько лет и с каждым годом прирастает новыми камерами наружного наблюдения. Вот, например, дети, играющие в парк и в рамках работы лагерей дневного пребывания. Находятся под пристальным наблюдением из администрации станицы. И что бы ни случилось, реакция будет мгновенной. Перед администрацией ведутся работы по благоустройству. Укладывается тротуарная плитка. На улице в районе детского садика специалисты расчищают линии электропередач от веток. В скором будущем старые провода заменят на новые с большим сечением для увеличения мощности. И проблема нехватки электроэнергии, по словам главы станицы Евгения Нечаева, частично будет решена. Детский сад закрыт на время капитального ремонта. Параллельно воспитатели благоустраивают территорию, которая и без этого пестрит, сделанными своими руками персонажами известных русских сказок. Очереди, по словам заведующего, нет. На сколько рассчитан с администрации? На 140 мест. И 140 детей? У нас 140 детей, у нас очереди нет. Все желающие, которые хотят, мы всех принимаем абсолютно. А вот сколько вы выпустите в этом году? Мы выпустили 24 человека, принимаем 32. Есть возможность у нас. В 2008 году в этом детском учреждении заменили кровлю. В 2010 вставили энергосберегающие пластиковые окна. В 2011 году сделали косметический ремонт внутри. Группы полностью укомплектованы всем необходимым. Полы с подогревом, чтобы дети не простывали. На кухне современное оборудование. Ремонт фасада планируется закончить до 1 июля. Так что в садик маленькие станичники пойдут уже через пару недель. А в школе номер 8 к 1 сентября будет собственный стадион. Сейчас там начались работы по обустройству беговой дорожки. Ну вот беговая дорожка, как она идет, и два корта асфальта. И все вот эти вот, все тренажеры, все это будет поменено немного. Дадим освещение, выровняем, дадим площадку. И там кое-где поменяем туалет. Там туалет за командом не видно, там убогий туалет. Мы его завалим, вывезли вообще и поставим нормальный туалет. Соседний спортзал тоже будет капитально отремонтирован. Старая кровля уже демонтирована. На входе в Благовещенский пляж на финальном этапе гончарная мастерская, мини-кузница и плотничное дело. Все это на стилизованной под русскую старину детской площадке. Здесь есть уже и первые посетители – птенцы сокола. На площадке дети на свист они прилетают, дети их кормят. Сокол прилетает на этот свист, да? Нет, ну и просто, когда его кормишь, он... С детства, то есть он месяц, ты его кормишь, все, он здесь летает, свистит. Я вас пускаю, садись, он кормит. Это уже, ну вот, честно, для детей такая детская площадка. Это как бы кузня, профессиональное плотническое дело, это гончарная. Все будет в миниатюре, но все будет. Ну, хорошо. Вся утварь, забор, дом и роспись сделаны вручную, в том числе и детьми, что делает это старорусское подворье еще более ценным. Вадим Родин, Анапа-регион. В начале июня из-за ливневых дождей несколько домов по улице Северной подтопило. Местами вода поднялась до 80 сантиметров. Несмотря на оперативную работу спасателей и служб ЖКХ, имущество напчан пришло в негодность, а стены в некоторых домах до сих пор сырые. В гостях у одного из подтопленцев спустя 10 дней после дождя побывал Вадим Родин. Дома на протяжении почти всей улицы Северной располагаются на разных уровнях. Кое-где перепад достигает до полутора метров. Неудивительно, что вода, стремясь по пути наименьшего сопротивления, в первую очередь заполняет низинные участки, на одном из которых располагается дом ветерана труда Раисы Смоглюк. Каждый раз с опаской она смотрит на небо, когда сгущаются тучи. Затяжные ливни – для нее настоящая катастрофа. Со второго года топит нас. В втором году, в третьем году, в четвертом году. В шестом году уже плавали. Обратились мы к Харитону. Харитон нам хоть сделал вот это вот, через дорогу сделал вот эту сетку такую. И трубу вставили. Но это ничего не дает. Она начинает, вода идти, такой силой идет. Она через бурдюр идет, идет сюда во двор, прямо во двор. И это какое-то мгновение, минуты, секунды какие-то. И полная, и дом уже. Готовясь к приему гостей курортников, хозяйка сделала ремонт в доме. Но теперь, видимо, отдыхающих на постой запустить не скоро. В доме сыро и соответствующий сырости запах. Раиса Федоровна говорит, что топить начала, когда больше десяти лет назад подняли шоссе. Правда, и ливневки приказали долго жить. И свою функцию, забившись, не выполняли. Их чего не затапливало, тут не было подъемов. Это ж подняли, вот эту шоссейную, подняли. И там подняли, и тут подняли. И там раньше мы никогда вообще не затапливали, абсолютно не затапливали. Это нужно им, им надо поднимать. Сейчас я буду поднимать. Поднимать надо, не знаю, как жить дальше. По поручению главы курорта Сергея Сергеева, сегодня приступили к расчистке отводных каналов, чтобы весь поток воды, спускающийся с улиц, располагающихся выше, уходил в реку Анапку, а оттуда уже в море. Трубы диаметром около 40 сантиметров с этим непременно справятся. Вадим Родин, Анапрегио. Вот таким запомнилось Анапчанам начало лета. И знаковые события в день рождения России, которые запомнятся и останутся на памяти Анапчанам и гостям курорта. Это открытие стелы парящего орла на горе по пути в Варваровку. Первые кадры с потрясающим видом Анапы и парящим орлом сделала наша съемочная группа. Начало Кавказского хребта в Анапе теперь охраняет Орел. Скульптура выполнена из неподдающегося коррозии металлопластика, так называемой холодной бронзы. Стелла означает первые метры горной цепи, которая протянулась на 1100 километров до берегов Каспийского моря. Таким памятником власти Анапы решили подчеркнуть уникальное географическое положение города. Я хочу выразить уверенность в том, что данная скульптура будет посещаема. Здесь, скорее всего, так и будет. Будут останавливаться свадебные кортежи. Здесь будут фотографироваться и увозить памятные фотографии наши многочисленные гости. Ленточку перерезали. Стелла официально открыта. Главные почетные гости праздника, конечно же, авторы. Главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин и скульптор Василий Поляков. Работы Василия Полякова украшают наш город-курорт. Это памятник доктору Бузинскому у санатория Кубань, казачьему атаману Бескровному у русских ворот, салатам афганцам в сквере Славы и ставшей брендом Анапы Белой шляпы в парке отдыха имени 30-летия Победы. Но художник полон новых планов и идей. В северных морях сидит Даня русалочка, а у нас в Черном море, которое сообщается со Средиземного моря, где родилась эта Афродита по легенде. Ну вот я мечтал это сделать. Утро Афродита в раковину, поставить на воде ее. С этой точки открывается панорама на город-курорт. В хорошую погоду, как в день рождения России, вид открывается на Благовещенскую косу, а это почти 40 километров удаленности. Теперь это место будет еще привлекательнее для туристов и любителей фотосессий. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапрегион. И в тот же день, на несколько часов позже, Федерации зимнего плавания Кубани тоже отметили день рождения России большим заплывом акватории Черного моря в бухте Суко. Родине нужно здоровое поколение – девиз анапских моржей. Поэтому заплыв они сделали на пляже Федерального детского центра «Смена», где больше всего купается детей. Летом в «Смене» одновременно отдыхают около двух с половиной тысяч детей. Подробно расскажет наш корреспондент Лариса Басова. Анапское отделение Федерации зимнего плавания существует всего год и за это время сплотило в своих рядах более 130 человек. Хотя мы молодая федерация, но мы заняли первое место на общероссийских соревнованиях по зимнему плаванию. Мы провели свой чемпионат, чемпионат по зимнему плаванию Кубани. Также мы отмечали такие праздники, как День памяти подводника. На этом же месте был заплыв свинками. День Победы. Также мы в Малой бухте делали заплыв свинками. А также проводили другие соревнования на призы и Анапы, и регионы. Не обязательно спортсмены занимаются зимним плаванием. Среди моржей есть просто любители морских купаний. И они приводят на свои мероприятия уже своих детей и внуков. Мероприятие началось традиционно. Флаги России, Кубани, Марфлота и Андреевский проплыли в руках моржей несколько метров. Ура! 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 И к другим темам. В Анапской роте ДПС подвели итоги работы сотрудников полиции 9 районов Краснодарского края. Отчетный период – полгода. Речь шла о дорожно-транспортных происшествиях и о мерах профилактики и пресечения. Статистика показала – главная причина ДТП – превышение скорости. Светлана Авилова продолжит. При подведении итогов работы сотрудников ДПС Анапского, Геленджикского, Тимашевского, Славянского, Ейского, Кореновского, Абинского и Динского районов указывались причины, по которым были совершены дорожно-транспортные происшествия за первые полугодия. Это управление транспортом в нетрезвом виде, незнание правил дорожного движения водителями мототехники и нарушение правил пешеходами. Главными причинами остаются превышение скорости и несоблюдение очередности проезда. Отчитываясь о работе анапских сотрудников полиции, командир роты ДПС Александр Смирнов отметил, анапчане теперь ведут работу в двух районах – Анапском и Тимрюкском. За шесть месяцев из-за превышения скорости произошло 32 ДТП. По вине пьяных водителей было совершено пять дорожно-транспортных происшествий. Как показали факты, большее число водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде в соседнем районе – Тимрюке. Мы сейчас отрабатываем поселки, станицы Тимрюкского района, особенно в выходные, в пятницу, в субботу и в воскресенье, направляем туда дополнительные экипажи и увеличим количество экипажей за счет личного состава штаба. Ряды анапских полицейских на летний период усилятся. Осуществлять контроль безопасности дорожного движения будут дополнительно 80 сотрудников полиции. Усилится контроль из-за правильностью парковки на улицах Анапы. Уже приобретены эвакуаторы, которые смогут навести порядок на дорогах курорта. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапа-регион. Жители микрорайона Алексеевка отметили День России с песнями и разыграли призыв самой честной лотереи. Наборы продуктов и сладости участники праздника забирали по выигрышным билетам. Кто что выиграл, узнаете прямо сейчас. Леденцовые петушки для детей за правильные ответы. Какой праздник отмечаем, какие цвета в государственном флаге России. Подсказки на каждой щеке ребенка. До розыгрыша маленькие патриоты нарисовали триколор на лице. Кульминация праздник – розыгрыш самой честной лотереи. Первый приз пакет черешни выиграл номер 48. В акции «Куриный переполох» пять победителей. Два лотка достались Нине Зориной, участнице розыгрыша и солистке хора. Я утром купила, пришла, теперь выиграла. Мы все очень любим этот день. И Россию любим нашу. Билет Людмилы Вышемирской не выиграл в лотерее. Ее гарантированный подарок – грамота за организацию праздника. Ходили по квартирам, оповещали, приглашали, написали объявления в городке, повесили везде. И постарались, чтобы люди пришли. Пришли и выиграли. Продовольственные пакеты с овощами и главный приз «Курочка» улетел с номером 4 – к праздничному столу в День России. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. А вечером на театральной площади Анапы прошла праздничная программа, посвященная Дню России. Управление по делам молодежи совместно с Молодежным центром 21 век обеспечили для жителей и гостей курорта работу интерактивных площадок. Также все желающие смогли стать зрителем большого праздничного концерта, в котором приняли участие творческие коллективы города. Наш корреспондент Алина Гумерова подробнее. Для ребят в этот праздничный вечер провели много игр и конкурсов. Веселый твистер, ходьба на ведрах, зажигательные танцы. Вспомнить детство смогли и родители, попрыгав вместе с детьми через скакалку. Всем патриотам Родины рисовали красками на лице или руке флаг России, а прохожие получали ленточки в цветовой гамме российского флага. Анапчане и гости курорта принимали участие в акции «Пожелания любимой России». На специально установленном полотне каждый мог указать на карте самой большой страны в мире свой город и запечатлеть мысли поздравлений и пожелания родной стране. Этот праздник – это шаг к патриотизму, чтобы каждый парень, девушка, взрослый человек знал, понимал величие своей страны, помнил своих предков и создавал великое будущее для нашей страны. День нашего государства, нашей истории, нашей молодости, нашего будущего, наших детей, нашего отдыха, в конце концов, летнего. Мы выбираем Россию для отдыха. На душе вот патриотизм какой-то поднимается. Творческие коллективы Анапы поздравили жителей и гостей курорта большим праздничным концертом. Народный казачий хор, ансамбль «Забава», «Конфетти», «Лучик надежды», «Молодость», «Жемчужина» и множество других удивляли и радовали зрителей своими песнями и танцами. Также поздравить с Днем России в Анапу приехал театр танцев Стерлитамакско-государственной филармонии Республики Башкортостан. С каждым годом люди все больше осознают значение этого праздника. И для многих это уже не просто очередной выходной. Такие праздники, как День России, призваны сплотить и объединить все население страны, всех россиян. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа, регион. Настоящее лето не календарный сезон, а румяная веселая девушка. В детском садике номер 10 «Светлячок» прошел праздник лета. В гости к детям пришли сказочные персонажи. Смотрим сюжет. Румяная с веснушками вся в цветах. Таким должно быть настоящее лето. Я лето красное. Я рада встрече с вами. Надеюсь, что сегодня мы станем все друзьями. Здравствуйте, ребята! Самый желанный подарок в детстве «Цветик-семицветик» исполняет любое желание и перенести может куда угодно. Воспитанники «Светлячка» путешествовали по полянам здоровья, жизни, безопасности, сказок и веселья. Подружки лета Баба Яга, фея сказок и поверить сложно. Дочь доктора Айболита встречали детей на площадках. Злая в сказках, но добрая в жизни Баба Яга научила разбираться в травах и рассказала рецепты целебных напитков. Что рядом с дорожкой? То, что нас лечит? Подорожки. Подорожки. А эти цветочки вы узнаете? Да! Правильно! Ромашки это! Чай с ромашкой и с медом лечит деток. Крапива, подорожник, ромашка и ландыши. Теперь дети никогда не перепутают растения. Еще один лепесток и дети повстречались с феей на поляне сказок. Вспомнили любимых героев, ответили на вопросы викторины и расколдовали все сказки мира, чтобы лето стало еще ярче и интересней. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. И на сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Только нужные покупки в одном торговом доме в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. В пятницу 14 июня в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха в дневные часы плюс 25-28, ночью – до 24 градусов по Цельсию. Ветер переменный – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 21 градус выше нуля. Далее блок «Полезная информация» от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунапарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Клуб танцевального спорта «Лунапарк» Стань одним из нас. Стань чемпионом. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.